Доброе утро, мои дорогие! С вами Наталья. Всех приветствую. Сегодня у нас уже погода испортилась. Вчера было солнышко, тепло, даже жарко чуть-чуть, градусов 17. Но вечером пошел ливень, и всю ночь шел дождь, и сейчас идет дождь. Поэтому погода чуть испортилась, обещают сегодня грозу. Ну, вроде бы, обещают тепло. Посмотрим. Поэтому, значит, мы начинаем с вами опять. Здесь кошка у меня. Кто моя хорошая? Где моя девочка? Иди сюда. Иди сюда. Ну, не кричи. Не любит она, когда ее берут. Иди вот туда. Ой, все, не хочет. Ладно, бог с ней. Начала цветок у меня здесь ковырять. Убрала цветок, она зашла, посмотрела, цветка нету, которую можно покопать. Ой, отвлекаюсь на какую-то фигню. Ну, короче, что у нас происходит в помесье Туровском? Ну, что там происходит? Там опять беда. Понимаете, там действительно ни дня без строчки. Там что ни день, то какая-нибудь фигня. Очередная лажа. У Быковой полетели тормозные колодки и даже помяли тормозные диски. Они их не помяли. Это она уже начинает говорить хрень. Они просто поцарапались. То, что ей поменяли, смотря на сколько они поцарапаны. Потому что когда металл об металл трется, там царапина получается. У мужа моего почти... Почти. Да, почти уже 48 лет стажа у водительского. Бежала к собакам траться. Ей его спросила. 23 тысячи за год можно накатать? Он говорит, ну здорово, можно и хер сломать. Он говорит, я не знаю, куда она ездит, чтобы столько накатать. А я, ну, потом говорю, вопрос второй. Тормозные колодки могут стереться? Он говорит, конечно. Их надо менять после 20 тысяч. Я оплатить, говорю, за них надо. Он орет, кого-то там увидела. Он говорит, а я не знаю, какой договор у нее, смотря какие. Но расходники все оплачиваются. Ремонт сам нет. Это то, что сказал мне муж, который с этим уже войсся много лет. То, что расходники оплачиваются. Он говорит, на что гарантия? На двигатель, на мосты. Ну, вот такие детали, связующие детали. На мелкие такие, которые расходники. Вот, видите, у нас веселее. Расходники такие. И за это всегда все платится. На гарантии машина, не на гарантии. Поэтому быкова пускай хоть топает, хоть не топает. Это ее проблема. Купила дорогую машину. Будь любезна. А теперь они подорожали. Детали все подорожали. Ей теперь обходится. Марго, иди сюда, хватит кричать. Ей обслуживание в машине выйдет теперь в копеечку. Даже не ей. Марго! Даже не ей в копеечку. А ее хомяка. Поэтому мы-то со стороны поговорим-поговорим. Да успокоимся. У нас в кармане как было, так и останется. А вот хомяки, я гляжу, уже многие прозревают, что девочка-то оборзела. Что невозможно так. Ну просто невозможно. Это, понимаете, дискотека-авария. У нее что ни день, то трэш. Ой, эта кошка у меня тут лазит. Статив чуть не сбила. Ты что, что ты сегодня с ума сходишь, судра? Вот. Поэтому все, что там происходит, это все естественно. Дальше будет еще интереснее. Дальше у нее что-нибудь застучит. Что-нибудь отвалится. И это, правда, сборы будут без конца и края. Что у нас дальше происходит? Сидела, снимала себя в этом автосервисе. И интересно, ей разрешали записывать или нет? Разговор с менеджером. Ей разрешали записывать? Она его не показывала. Но записывать тоже никто. Нет, ты можешь записать для себя. Но она же выставила это на аудиторию. Это нарушение прав. Самого автосервиса этого, менеджера, который там с ней разговаривал, Быкова не понимает. И не понимает, откуда ей прилетает. Вы понимаете, сейчас ее замучают суды. Опека, ПДН, следственный комитет, потому что машина закрутилась. С машины со своей она будет носиться, как с писаной торбой. И вот эти объяснения, вы знаете, смешно. Когда взрослый человек, 36 лет, бабе, Она сидит этому менеджеру и вдувает в уши. Я блогер, у меня 600 подписчиков. Ты ему насрать на тебя. С высокой колокольной. У меня 10 детей, у меня машина в кредите. Я что, так и буду? А ты думала, как? Кто тебе легкую жизнь обещал? Что если ты нарожаешь 10 детей, И у тебя будет 600 подписчиков, У тебя будет жизнь прям ангела. Святая наивность. Какая же ты тупая, а? Боже мой. Ну, короче говоря, вчерашний ее стрим из автосервиса, Это, конечно, трэш. Но, погоревала, погоревала. Слезы пыталась себя выдавить, не получилось. На 40 косарей налетела. Что будет дальше? Посмотрим. То у нас Петрович разбивал машину, Теперь у Оли начала то же самое. Но в машине мы когда едем обратно, Нам уже весело. Да. Она уже танцует и поет. Лешка снимает сонного. Детей сонными не снимают. И такая веселая и счастливая. Вот и вся Оля. Бью полярочка прогрессирует. Конечно. Мы тут плачем, тут мы смеемся, Тут мы вообще хрень знает что. Да. Поэтому ничего нового мы не увидели. Ждем дальше. Она сказала, что на два дня исчезнет. Бам. И не исчезла. А тут вот такая вот ерундень. Не исчезла. Лешка в больницу возила. У Леши сотрясение. Леша надо постельный режим. Она так и не сказала диагноз Леши. Леша ржет и носится, как конь. Играется с детьми. Никакого постельного режима у ребенка нет. Просто. Слово совсем. Может, там и есть легкое сотрясение. Но ребенок с сотрясением ехал домой один в поезде. А если с ним что-нибудь случилось? Вот она, она, вся мама. Дальше что? Чуть-чуть скажу про сису-сосиску. Про Лешку вообще не буду. Как записывал кружки, так и записывает. Сотрясение, не сотрясение. Там этот дружок его, который его облизывает со всех сторон, на всех рычит. Да, там есть такой у него один. Защитник. Федю не видно, не слышно. От слова совсем. Вообще нигде, никогда. Да, все, исчез ребенок. Нигде не появляется. Даже с мамой никуда не едет. Сиса-сосисовна, что мы узнали? А Сиса-сосисовна учится на права. Да. Вчера она сказала, что она идет на вождение. Только я не поняла, куда. Или на права она учится, или она ходит на мотоцикле кататься. Там как-то тоже все непонятно. Ну и то, что она собиралась права получать, это точно. То ли она уже учится, то ли она ходит кататься на мотоцикле. Поэтому она сказала, я иду на вождение. На какое, куда, непонятно. Ну, девчонок она одевает василек, рекламирует василек. Да. Они с мамочкой очень любят василек. Только, как она сказала, мы сейчас померяем, потом я все это постираю, а завтра вы оденете. И тут бах, утро. И эти вещи не постираны, не поглажены. У них, как у мамочки, наверное, стирается, сушится и сразу одевается. Девчонки, вот как она на ней платье-то позорное какое-то. Она платье заказала, боже мой. Для монастыря. Вот однозначно. Вот это серое платье. Черт-те-чего, пошив какой-то непонятный. Для беременных. В общем, я не поняла. Это платье неглаженное. На сиске одето. Девки опять напялили эти костюмчики, пижамки, шортики с футболкой и штанишки с футболкой. Тащат Женьки. Пошли гулять. Все. Что там еще рассказать, это саму сисы. Вот только новость, то, что она уходит на вождение. На какое? Ну, будем следить, увидим. Ну, на этом я заканчиваю. Если было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо. Нас уже больше пяти тысяч. Вы мои красавцы. Вы мои самые лучшие. Если бы не вы, ничего бы не было. Мне очень приятно для вас говорить про Быкову. Потому что это тема без конца и края. Мне еще очень хотелось поговорить про ее маму, которая оказывается в церкви, всех уговаривает помогать Оле. Да. Это мне написали комментарий такой, что мамочка там еще та. Да, пенсионеры. Вам с 1 июня на 10% пенсию повесить. Не работающим пенсионерам. Мне-то ничего не прибавит. Я работаю. Вы там эти 10% Ольге отправьте. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok